Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. Четыре населенных пункта Донецкой области оказались под обстрелами тяжелой артиллерии в минувшие сутки. Это Авдеевка, Красногоровка, Каменка и село Широкино под Мариуполем. Ситуация на Мариупольском направлении сегодня самая напряженная на Донбассе. Илона Свердум подробнее. Обстрел Широкино возобновился в 7 часов утра. Работали танки и минометы. Несколько часов перерыва и снова стрельба. Досталось восточной части и центральным улицам села. Во второй половине дня мощные взрывы уже отчетливо слышали жители восточного микрорайона Мариуполя. В соцсетях пишут были даже грады. Бои за Широкино велись сегодня весь день. Противник не прекращает спробы штурма наших позиций в Широкино, что на Мариупольском направлении. О полночь бандформирование в чергове не вдало намагалось атаковать наших войсковых. Бой durал протягом півгодины. Несколько снарядов этим утром опять прилетели на территорию Авдеевского коксохимического завода. Частично разрушено здание завода управления. Из сотрудников никто не пострадал. Два снаряда пробили крышу пожарной части, расположенной у центральной проходной КГЗ. Здесь тоже без жертв. Досталось этой ночью и соседней Каменки, и Красногоровки, что рядом с Донецком. Снаряды падали и в самом областном центре. В Куйбышевском районе от прямых попаданий сгорели два частных дома. Днём же в понедельник в Донецке было относительно спокойно. Местные жители только слышали отдалённые тяжёлые залпы и взрывы. В штабе АТО уже подчеркнули, боевая активность на Донецком и Мариупольском направлениях делает отвод тяжёлой техники там маловероятным. В Дебальцево тем временем пытается предотвратить гуманитарную катастрофу. Представители Красного Креста накануне привезли сюда лекарства, воду и продукты. Всего этого людям здесь катастрофически не хватает. Закрыли все магазины. Купить ничего нигде нельзя. Абсолютно. Не приготовить, не купить. А то, что было раньше запасено, ни на чем приготовить. Печки у нас электрические. В Дебальцево уже давно нет света воды и отопления. В этих условиях пытается выжить около 5000 человек. Илона Свердун, телеканал Донбасс. Количество обстрелов на Луганщине снизилось, сообщают в штабе АТО. Однако окраины населённых пунктов всё ещё попадают под огонь. Среди них Попасная, Трёхызбинка, Троицкая и Крымская. О ситуации в Луганской области расскажет Анастасия Пугач. Этим утром под обстрел попала Попасная. Снаряды разрывались на окраине города. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Мина попала в водовод. Один из районов остался без воды. Повреждено издание детского лагеря «Салют» рядом с Попасной. В момент обстрела на территории заведения находился лишь сторож. Мужчина остался цел. Неспокойно и на трассе Бахмутка в облгосадминистрации сообщают. Со стороны дороги слышна канонада. Под огонь попали сёла Трёхызбинка и Троицкая. Боеприпасы разрывались и на окраине Крымского. Село вплотную прилегает к 31-му блокпосту. Агарина улица вообще. Люди живут в подвале, гнапируются с семьями. Накануне местные власти привезли сюда гуманитарную помощь. Макароны, крупы, масло, сладости и мующие средства. Машины с гуманитарной помощью приехали сюда впервые за две недели, после того, как интенсивность боевых действий снизилась. Местные жители говорят, получают пенсии и соцвыплаты, могли бы и сами покупать продукты. Вот только поставщики до Крымского не доезжают. Тут не работают предприниматели, потому что боятся, риск великий. А другие, вы видели, что тут мы только приехали на броневание техники, приехать почти невозможно. Люди бы купили, но у людей нет невозможности, у людей нет деток. Люди получают пенсии, людям детские деньги привозили. Но люди не могут просто негде купить. Секретарь местного сельсовета рассказывает, в Крымском проживает шесть детей. Их родители так и не выехали из прифронтового села даже в период активных боевых действий. Среди жителей Крымского почти 20 лежачих пенсионеров, которые нуждаются в помощи. Здесь нет врачей и не работает сельсовет. Многие дома разрушены. С объявлением перемирия, воспользовавшись небольшим затишьем, всего стали возвращаться люди. В селе сейчас у нас осталось было 300 человек. Вчера уже возвратились 15. Считаем, что 315 человек на территории есть. Ну, потому что те, кто лежачие, мы знаем, они не уезжали. Они не уезжали и ждали тогда, когда стране придут. Но я думаю, уже мер должен наступить у нас. Теперь жители Крымского ждут, что местные власти привезут стройматериалы, чтобы начать восстанавливать свои дома. В Донецке пустеют прилавки, скудеет ассортимент и дорожают продукты. Подобные тенденции заметны и в других населенных пунктах, не подконтрольных украинской власти. Уже вторую неделю грузовики с продуктами, которые доставляют провиант в магазины, супермаркеты Донбасса, не пропускают на блокпостах. Подробнее Юлия Меншик, подробнее наши корреспонденты. В очереди за гуманитарной помощью около 300 жителей Макеевки. В этом пункте продуктовые наборы Рената Ахметова весом в 15 килограммов люди получают ежемесячно. Мария пришла за детским питанием, ведь магазины в квартале, где проживает женщина, опустили. Нету вообще ничего. Поставок нету и ничего не приезжает. Пенсионеры говорят, продукты есть в супермаркетах. Однако не все и не дешевые. В основном масла не было в последнее время, что не завозили. Есть в магазине все, но очень дорого. А так как я не получаю пенсию, так я вообще в магазин не хожу. Вторую неделю подряд машины торговых сетей, которые доставляют провиант на территории, не подконтрольные Украине, не пропускают на блокпостах. Отказывают, ссылаясь на дополнительные документы. Но как их получить, не объявляют. Основание отсутствия специального пропуска для груза. Ни представители антитеррористического центра, ни представители Государственной фискальной службы Украины не могут нам объяснить процедуру получения такого специального разрешительного документа. Поэтому вопрос пока что повис в воздухе. У нас есть складские остатки в Донецке на нашей распределительной базе. И пока мы используем эти запасы. Но они заканчиваются. Дончане говорят, за последнюю неделю цены на продукты выросли почти на 10%. Сокращается и ассортимент. Пенсионеры и малообеспеченные выживают благодаря гуманитарной помощи. Пенсии мы не получаем. Живем на съемной квартире. Поселок наш разбомбили. И вот так живем. Без этой помощи нам просто не выжить. Там, где наш поселок, там мазины вообще не работают. А там, где мы сейчас находимся, мясной продукции вообще нет. Снять продовольственную блокаду призывают международные украинские благотворительные организации. Ведь дальнейшее препятствование приведет к ухудшению гуманитарной ситуации на Донбассе. Даниил Киреев, Юлия Меншакирова, телеканал Донбасс. Украинские военные начнут отводить тяжелое вооружение от линии соприкосновения, как только в зоне боевых действий стихнут обстрелы. Об этом говорят в генштабе. Режим полного прекращения огня должен длиться сутки. И только после этого начнется второй этап выполнения минских договоренностей. В генштабе отмечают, площадки для отвода техники Киев уже подготовил, теперь ждет тишины. Тела бойцов, которые погибли, выходя из Дебальцева, поступают в морги Днепропетровска. С четверга привезли уже 68 тел. Опознать большинство из них пока невозможно. Растет и число раненых. Только за последний день в больницах города приняли полсотни военных. Большинство пострадали в боях за Широкино. В областную больницу Днепропетровска ночью доставили также 13 бойцов с многочисленными осколочными ранениями. Крайне тяжелые. 12. Средней тяжести тяжелые. Провели 4 операции. Выводили из жока. Переливали кровь. В настоящее время могу сказать, что жизни уже ничего не урожает. 65 детей погибли за время военного конфликта на Донбассе. 127 получили различные ранения. Такую официальную статистику озвучил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, приобщив данные ООН, согласно которым в зоне боевых действий пострадали более 159 детей. Еще сотни осиротелей испытывают психологические проблемы и требуют длительной реабилитации. Вбивство, каліство наших детей, что мы имеем сегодня. Вербование детей в незаконные оружие формирования и втягивание в боевые действия. Также интернетом гуляют в видео, где четко подтверждение того, что сегодня неповнолетние дети втягнуты в оружие конфликта. Также создание безопасности для жизни и здоровья через постоянные обстрелы. У переселенцев из Донецкой и Луганской почти 60% детей и женщин. Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Герасченко. В целом число переселенцев из Донбасса уже превысило 1 миллион человек. Компенсация семьям погибших и раненым во время обстрела Краматорска составит от 10 до 100 тысяч гривен. Об этом сообщают Донецкой облгосадминистрации. Деньги на выплату компенсации уже выделил Кабмин. Напомню, 10 февраля в результате обстрела Краматорска и систем залпового огня погибли 17 человек, ранены более 60. На Донбасс отправили 4 внедорожника для украинских бойцов. Машины не новые, но вполне исправны. Как пообещали в радикальной партии, эти авто пройдут везде. Вместе с транспортом везут посуду, питьевую воду и провизию, консервы, крупы, а также сладости для военных. Еще полтысячи комплектов теплой одежды. Ботинки, бушлат, штаны теплые, термобельо, в комплекте тоже кофта и штаны. Наступный напрямок их действий – это захопление Мариуполя. Поэтому нужно быть всегда готовыми. И нужно это относительно затяжки использовать для того, чтобы нарастить максимально свои военные возможности. В том числе и возможности техникой, озброением, обмундированием то что. Более 150 тысяч жителей Донеччины остаются без света. В результате боевых действий в области обесточены 52 населенных пункта. На выходных энергетикам ДТК удалось восстановить электроснабжение в селах Клиновая, Веселая долина, Луганская, Сигнальная, поселки Аварийный, а также в Кировском районе Донецка. Дали свет и в дома 15 тысяч жителей Горловки. Не отстают от электриков и газовщики. Аварийные бригады Донецк-Горгаза также восстанавливают систему под обстрелами, рискуя своими жизнями. Особенно, когда варят трубы на окраинах города или поселках, которые попадают под огонь ежедневно. Пока одни воюют, другие обеспечивают жизнь. Аварийные бригады электриков, газовщиков, водопроводчиков. Работы не в проворот. Экстремальные, под пулями. Никто из них не знает, вернется ли после смены живым. В некоторых районах Луганской и Донецкой областей, как только вахта приступает к ремонту, ее тут же начинают обстреливать. Мне не нравится, когда меня убивают. У меня своя семья, я за них переживаю. У меня маленький ребенок. Надо же людям помогать. Не бросишь их в беде. Кто-то же должен выполнять эту работу. Самые большие разрушения газовых сетей, это в прифронтовых поселках. Вот такими подручными средствами восстанавливается там, где это возможно. Это Луганская ТЭС в городе Счастье. Ее обстреливали почти ежедневно. Несколько реактивных снарядов разорвались прямо на станции. Уже на протяжении нескольких месяцев Луганская ТЭС, станция, которая находится в Луганской области, находится под непрекращающимися обстрелами. А это свет и тепло для целого региона. Около 1 миллиона человек в Луганской области потребляют свет, который вырабатывается в Луганской ТЭС. Ныне из шести энергоблоков работает лишь два. Увеличить подачу энергии невозможно. Линии электропередач перебиты. В самом помещении станции здесь еще можно работать. На улице уже сейчас не поработаешь, потому что постоянно обстрелы идут. В таком режиме энергетики работают в настоящий момент без выходных, по 14 часов в сутки, без права на отпуск. Потому что сейчас такие сложные условия, что любой день это цена целого города. На сегодня это единственный источник электричества в регионе. Если и он прекратит работу, в области произойдет коллапс. Не будет ни света, ни тепла. Даже после недавних минских соглашений работа аварийных служб легче не стала. Риск погибнуть водообстрелом по-прежнему высок. Но энергетики работают. Иногда на грани возможной. Доходило до такого, что в общественном транспорте ехало 3-5 человек, и все они были работниками у Блоныра. То есть людей практически не было в городе, а наши люди все равно продолжали работать. Надо как-то просто выжить, надо пережить это время. Может быть там в верхах разберутся все-таки, посмотрят, что здесь живые люди. Пока власти решают вопрос о прекращении огня и поиске средств для восстановления Донбасса, в Донецке жители поселка Октябрьский мечтают лишь об одном. Тепла хотим. И мира, наверное. И мира это в первую очередь. Виталий Литвин, Алексей Кудель, Александр Махов, Телеканал Донбасс. У православных христиан начался Великий пост. На протяжении 40 дней верующие ограничивают себя в мясных и молочных продуктах, чаще посещают богослужения. Пасха в этом году преподает на 12 апреля. О том, как правильно и с пользой приступить к посту, в сюжете наших корреспондентов. На столе у нас предоставлены традиционные блюда, апостольные блюда первой седмицы. Печеная картошка, хлеб и вода. Священник Олег Цыплаков показывает, как в православных монастырях питаются монахи в первый день поста. Однако строгое меню – это не основное в подготовке к празднику Пасхи. Главное, объясняет батюшка, с любовью в молитве относиться друг к другу. Это древнейший пост всей православной церкви, который был установлен еще с апостольских времен. Также значение его еще наблюдается в том, что мы подражаем Господу Иисусу Христу. Перед выходом на свое общественное служение Господь в течение 40 дней совершал пост в пустыне. На время Великого Поста внутри храм облачают в темные тона. Устав богослужений также изменен. Больше постных постовых напевов, читается больше псалтири и службы более продолжительные. Для того, чтобы человек успокоился, все резы, которые есть на престоле, священнослужители или то, что в храме используется, это все переоблачается в черные, в темные тона. Прихожанка Вера постится с самого детства. Говорит, к вере ее приучила мама еще в советское время. Женщина признается, в этом году усерднее будет молиться за мир на Донбассе. Еще в детстве мама меня водила в церковь Красноармейскую Николаевскую. 8 километров ходили за мир, чтобы не было, брат, убийство и кровопролитие. Студент Виктор Яковенко в свободное от учебы время служит в храме Пономарем. Говорит, соблюдать пост полностью научился со временем. В самом начале отказаться от мясной пищи было тяжело. Ну, первый пост всегда тяжело, вот именно начать. Первая неделя отказываешься там от мяса, потом вторая неделя от молочного. Они подготавливают к этому. Священнослужители напоминают, что беременным, больным людям и детям в соблюдении Великого Поста есть послабление. За мир обращены молитвы и в храмах Донбасса. Я в Богу трубит нашли при грешении оставление. Дарья Захарова, телеканал Донбасс. Молодежная команда Донецкого шахтера Ю-19 попала в восьмерку лучших молодежек Европы. В Киеве в рамках 1-8 финала юношеской лиги УЕФА горняки обыграли греческий Олимпиакос. Основное время закончилось со счетом 1-1, а в серии после матчевых пенальти более удачливыми оказались футболисты шахтера 5-4. Простой игры точно не ожидали. Но не думали, что будет поле такое тяжелое. Наверное, движение было не на должном уровне. Но мы всегда перед важными матчами отрабатываем и пенальти, и стандартные положения. И также использование навала, если в последние минуты вдруг понадобится, туда просто сделать длинную передачу, побороться, подобрать. Мы все учитывали. На этом прощаюсь. Увидимся, как обычно, во время новостей Донбелса. Берегите себя и близких. Субтитры подогнал «Симон»!